У меня четыре доклада Я объединил их в один, чтобы в одном докладе изложить всю логику, по которой я двигался, наверное, 50 лет до сегодняшнего дня. И поэтому, если что-то упустить, то это как-то будет неполноценная информация. Назвал я доклады «Реализация геокосмической программы Spaceway – единственный вектор устойчивого развития земной цивилизации технологического типа». В науке известно сегодня около двух миллионов видов живых организмов. Из них ежегодно гибнет на планете более 26 тысяч. Часть из них исчезает по естественным причинам, так и происходит эволюция, но всё большая часть по антропогенным. И исчезает навсегда та же генетическая информация об этих организмах, ДНК, которую восстановить инженерными методами будет невозможно даже в будущем, так как эта молекула в сотни тысяч раз сложнее, например, Боинга. У самолёта несколько миллионов деталей, а в этой гигантской органическом молекуле содержатся сотни миллиардов деталей – атомов, десятков химических элементов из таблицы Менделеева, структурированных в необычайно сложную и надёжную конструкцию, проверенную миллионами лет эволюции, к тому же способную самопроизводству. Да что там Боинг, любая простейшая бактерия, просто бактерия, намного порядков сложнее всей техники и всех технологий, созданных всем человечеством за всю свою историю. Интенсивно растёт число аллергий, раковых, лёгочных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также генетических нарушений и наследственных болезней человека, обусловленных загрязнением воды, воздуха и почвы. Происходят необратимые изменения ландшафта, почв, исчезают леса, загрязняты реки, моря, океаны. Интенсивно разрушается зонный слой планеты, защищающий всё живое от губительного жёсткого звучания Солнца. Причин негативных изменений, происходящих на планете, множество. Но что же является первоисточником этих процессов? Только поняв это, можно избежать деградации биосферы и человечества как одного из биологических видов, а также определить пути гармоничного развития нашей цивилизации в будущем. По современным представлениям, жизнь зародилась на Земле около 4 миллиардов лет назад. Развиваясь, приспосабляясь к существующим тогда условиям, живые организмы начали преобразовывать украющий мир. Эти образования были не меньшими, чем те, которые происходили с ними по мере их развития и самосовершенствования. Так, на мёртвой начале пустынной планете появились содержащие их злод атмосферы, живая плодородная почва, крыловые острова, озоновый слой, стоверенный лошадь с его саваннами или со степями, болотами и тундрой, тайгой и джунглями. Так появилась биосфера, в которой миллионы видов живых организмов, и преобразована ими планета, именно преобразована ими планета, за миллиарды лет эволюции идеально друг другу подогнана. И здесь нет ничего лишнего. На что следует обратить особое внимание. Вся биосфера планеты создана из отходов жизнедеятельности организмов. Кислород и, соответственно, зона – это отход фотосинтезирующих бактерий и зелёных растений. Плодородная почва и гумус – всё это в своё время умерло, перегнило и перешло через чей-то желудок и кишечник, в том числе и через почвенные микроорганизмы зелёного червя. Но вот появился человек, который благодаря разуму стал усиливать мощность своих мускулов, органов чувств, интеллекта, начал создавать технику, осваивать технологические процессы. Это произошло давно, сотни тысяч лет назад, когда первобытные люди стали изготавливать примитивное орудие труда и, самое главное, освоили первую технологию с применением огня – приготовление пищи на костре. Именно тогда человек и человечество избрали технологический путь развития, и нам не дано сегодня это изменить. Современная индустриальная мощность земной цивилизации – лишь логическое развитие технократического направления, выбранного не нами, нашими предками. Homo sapiens, sapiens, локальные социумы, а затем при появлении индустрии планетарную цивилизацию стал в настоящее время качественно иным – Homo technocraticus. В 21 веке человек технократический фактически сузился до более узкого понятия – человек асфальта, так как большая часть человечества стала проживать в городах. Потом и территория равна по площади пяти Великобритания, сегодня закатана в асфальт и похоронена под шпалами. Эта почва мертва, на ней не растут зеленые растения, вырабатывающие кислород, который так необходим нам всем для дыхания. Почва на территориях в 10 раз больших прилегающих дорогам деградирована и загрязнена канцерогенами от выхлопных газов и продуктов износа шин и асфальта. Только автомобильные дороги мира, а их протяженность более 30 миллионов километров, ежегодно убивают на планете около полутора миллионов человек. Ну, есть статистика, там пишут вроде миллион двести, миллион триста, человек погибает, но это лукавство. На самом деле около миллиона человек еще умирают потом в больницах, которые попадают в свод погибших в автомобильных катастрофах. Только автомобили сжигают более двух миллиардов тонн топлива ежегодно, пропуская через себя, через высокотемпературное горение более 35 миллиардов тонн живительного воздуха, выжигая при этом из него более 7 миллиардов тонн кислорода. Столько кислорода производят, например, сосновый лес площадью в 2 миллиона 400 тысяч квадратных километров за целый год. А это территория 12 таких стран, как Белоруссия. А только автомобили сжигают столько кислорода. Заводы, фабрики, электростанции, станки, автомобили и иное инженерное оборудование в техносфере, созданное человеком технократическим, являются аналогами живых организмов в биосфере. И они также обмениваются с окружающей средой энергией, информацией и веществом. Поэтому так же, как и живые организмы, неизбежно, это неизбежно, должны преобразовать окружающую их природу. Только с точки зрения биологии сейчас происходит техногенное загрязнение окружающей среды. С технической точки зрения, станок, завод, фабрика, электростанции, автомобиль ничего не загрязняют. На входе в них сырье и материалы, на выходе готова продукция и услуга, например, энергетическая, информационная и транспортная. И преобразованное исходное сырье за вычетом готовой продукции или услуги, которые, естественно, попадают туда же, откуда было взято, в окружающую среду. Избежать этого невозможно принципиально. Создать замкнутые, абсолютно зеленые промышленные технологии, о чем мечтают экологи, чтобы таким образом решить все экологические проблемы на планете, так же принципиально невозможно. Это невозможно. Это примерно то же самое, как искать способ запретить корове наряду с необходимыми нам продуктами, мясом, молоком, вырабатывать также и отходы. Мочу, навоз, метан и СО2. Даже биосфера в целом не является замкнутой системой. Она открытой системой, поэтому привозила ранее мертвую Землю. Замкнутая является лишь система Земля-биосфера. Но даже и эта система не совсем замкнута, так как поглощает энергию Солнца и космическое излучение. Космическую пыль и метеоритное вещество излучает космическое пространство. Тепло нет. Планета постепенно остывает. За несколько минут лет она остынет. Техногенный свет и радиозлучение. Даже вся техносфера, а не отдельный станок, завод или фабрика в условиях отдельно взятой планеты не может быть замкнутой системой. Техносфера неизбежно будет привозить планету и ее биосферу. Но в какую сторону? Кислород, содержащий атмосфера, не нужна техносфере. Поэтому, например, уже сегодня промышленность и транспорт ШАА потребляют больше кислорода, чем вырабатывают зеленые растения на территории этой страны. А американцы живут долго. Они фактически воруют кислород в российской тагой джунглями Амазонки. В техносфере также не нужна и живая плодородная почва. Поэтому на планете все меньше и меньше плодородной земли. А все больше и больше отвалов, шлака, золы и терриконов. А ведь живая почва по своей сути является иммунной системой всей земной биосферы. Именно здесь начинается пищевая цепочка для большинства живых организмов. И здесь же заканчивают свою жизнь все вирусные заболевания, в том числе самое смертоносное. Именно микрогранизм, у каждого из видов которых своя узкая специализация. Ну, человек за всю историю придумал тысячи специальностей. Есть и слесарь, и сантехник, и токарь, и водитель, и летщик, и поэт, и художник. И можно продолжать очень долго эти специальности. Такая природа создала тоже узкую специализацию для микроорганизмов. У них тысячи специальностей, тысячи видов, которые в почве создают питание для растений. Это основа жизни, это почвенный микроорганизм. И они создают универсальное питание для растений, гумус. Всевозможные растворимые соли, гуминовый кислот. Дожди и грунтовые воды вымыли бы все питание с почвы. Другие виды микроорганизмов распечатывают эти своеобразные консервы. Органические соединения, в которых содержится весь набор необходимых для жизненных и местных элементов, в виде тысяч специфических и очень сложных органических соединений. Они их переводят в растворимую форму и таким образом кормят растения. В гумусе содержится практически вся таблица Менделева, необходимая для строительства ДНК. А в химических удобрениях, которым пытаются заменить гумус повсеместно, всего несколько химических элементов – азот, фосфор, калий. Поэтому то, что в магазинах мы покупаем и едим, это есть-то нельзя на самом деле. А вот то, что вы сегодня попробуете, это вылечено на настоящем гумусе. Вот то надо есть. Вы увидите разницу. Человек сотни лет убивает почву, микрофлору и микрофауну, то есть иммунную систему биосферы, пахотой, минеральным удобрениями, гербицидами, пестицидами, асфальтами и терриконами. И очень скоро биосфера планеты упадобится больному спидам с ослабленной иммунной системой, которая может умереть от любой ранее безобидной болячки. Кислотные дожди, смог, повышенный уровень радиации, разрушение зоны слоя планеты – все это следствие существования индустрии. Можно ли замедлить процесс прообразования земной природы и биосферы, но остановить это нельзя. Техносфера занимает ту же экологическую нишу, что и биосфера в целом. Станки, машины, механизмы, технические устройства, размещение толщины земли, воды и воздуха и активно обменяются с ними веществом, энергией, информацией. Экологические проблемы в последнее время обострелись лишь потому, что техносфера по своей энерговооруженности, то есть по возможности прообразовывать украшую среду, приблизилась к биосфере в целом. С биологической точки зрения человеческого, как видит живых существ, есть ребенок, у которого дела биосфера, и масса этого ребенка сейчас где-то около 500 миллионов тонн, это столько люди все весят, из них примерно 350 миллионов тонн – это вода, аж 2. не представляет собой никакой опасности для планетарной экологии с общей массой живого вещества в биосфере около 2,5 триллиона тонн. Из них около 1,8 триллиона тонн – это вода, так как это составляет по массе всего 0,02%. Поэтому мы не представляем, как общность людей угроз для биосферы. То есть своим обменом веществ и гоместазом цивилизации, как обществ людей, как открытая биологическая система, менее значима для биосферы планеты, чем какая-либо плесень, имеющая большую суммарную массу. Глобальную проблему создает на самом деле гоместаз совсем другого ребенка, того, который породил гомотехнократикус. Называется этот ребенок – индустрия. Недавно обнаружен еще один виновник глобального потепления – биткоин. Если темпы роста этой платежной системы сохранятся, и суть данной неоптимальной информационной технологии не изменится, то его майнинг в ближайшей перспективе будет потреблять до 100% общемирового производства электроэнергии. Таким образом, не только материальные, связанные с переработкой вещества, но и информационные технологии, в том числе и мобильная связь, не только своим радиозлучением, но и необходимостью запуска множества спутников на орбиту, наносят все более ощутимый вред окружающей среде. Хотя сама информация и нематериальна, но она хранится и обрабатывается на материальных носителях, что собственность создает экологические проблемы. Кадиальный выход в сложившейся ситуации только один – необходимо предоставить техносфере экологическую нишу в небе сферы. Я так долго говорил, что вот сделать такой вывод, он очень важный вывод, только разделить в пространстве, во времени мы не можем разделить биосферу и техносферу, в пространстве можем. И такой экологической ниши на Земле нет. Но она есть в ближнем космосе, на расстоянии всего 300-500 км поверхности планеты, для большинства технологических процессов идеальные условия. Нелесомость, вакуум, неограниченные сырьевые энергетические и пространственные ресурсы. Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости индустриализации космоса. Для этого человечеству осталось не так много времени, так как по целому ряду прогнозов, о чем я сказал, из-за технологических ньютонов на биосферу ее необратимая деградация, а с ней деградация человеческого рода начнется через два поколения. Вот точка невозврата. Для технологической цивилизации земного типа уже никогда никакие меры не помогут повернуть ей спять. Честно не имею этого опыта индустриального освоения космоса. Да какой должна быть космическая индустрия? Каковы ее функции? Каковы объемы, виды вырабатываемой продукции? Где в основном будет потребляться эта продукция? В космосе или на Земле? Вопросов может быть задано множество, и на них нельзя дать однозначные и правильные ответы. Любой ответ может быть верным и неверным одновременно. Все будет зависеть от тех конкретных путей развития, какие сберет земная цивилизация в будущем при широкомасштабном освоении космоса. Действительно, объективные причины, отмеченные ранее, должны в будущем переместить сферу материального производства почти целиком в космос. В то же время человечество, как биологический вид, как и любой другой вид живых организмов, на нашей планете является продуктом, именно продуктом 4 миллиардов лет эволюции в земных, а не в космических условиях. Мы идеально подогнаны к земной силе тяжести, магнитному электрическому полю Земли, земной родниковой воде, насыщенной необходимыми нам микроэлементами, земным продуктом питания, выращенным на земном гумусе, и еще многому другому земному, о чем даже не подозреваем, но без чего не сможем существовать не только сегодня, но и в обозримом будущем. Поэтому основной потребитель продукции будущей космической индустрии и человечества будут находиться на Земле. Это второй важный вывод. Потребитель космической продукции будет жить на Земле. Индустриализация космоса означает создание на орбите условий для производства различных материалов, энергии, машин, получения новой информации, осуществления технологических процессов, научных экспериментов. Поэтому неизбежен значительный грузопоток между потребителем материальной продукции, человечеством, живущим на Земле, и производством этой продукции, размещенным на окружной орбите, как можно ближе к потребителю, чтобы лучше делать космическую логистику. Поскольку человек в первую очередь материален, то потреблением продуктов, как поддерживающей его жизнедеятельности, это пища, вода, воздух, так и индустриальных продуктов, это телефон, компьютер, холодильник, телевизор, автомобиль и так далее, связаны с его эргономикой. Размерами, средний рост человека, метр шестьдесят пять, и массой тела, в среднем это шестьдесят два килограмма. Поэтому самое узкое место грядущее индустриализации космоса, когда земная цивилизация может стать поистине космической, это геокосмический транспорт. Даже в самых смелых прогнозах известные геокосмические транспортные системы, ракеты-носители, космический лифт, электромагнитная пушка и другие способны перевозить в год всего несколько тысяч тонн грузов по маршруту Земля, орбиты Земля, что в десятки тысяч раз меньше требуемых. Менее одного грамма в год на жителя планеты. И многие космические грузы поток будут определять темпы развития космической индустрии на благо нашей цивилизации, живущей в своем доме на планете Земля. Это как пуповина, которая только индустриальная, которая свяжет растущего ребенка с матерью. Ребенок индустрия космическая, а мать это человечество. И течение вот этой пуповины будет определять обмен веществ, энергии, скорость роста ребенка. Ну известно, что у мыши пуповина тонкая, у человека потолще, у слона еще потолще, потому что слон большой. Поэтому годовое душевое потребление промышленной продукции в будущем должно быть соизмеримо с массой человека, привязано к массе человека. Тогда для 10 миллиардов человек, это через 20-30 лет, хотя бы по 10 килограмм продукции, это не так уж много, на каждый земной человек это составит в год порядка 100 миллионов тонн космической промышленной продукции. Что не так уж много, если сравнить с более масштабным производством аналогичной продукции земной индустрии сегодня. Если в ближайшее время не будут найдены решения этой проблемы, в нашу земную технологическую цивилизацию ждет судьба плесени в чашке Петри. Все ограниченные ресурсы отравил ограниченное пространство отходами своей жизнедеятельности, она рано или поздно погибнет. Геокосмические перевозки сегодня и в обозримом будущем с помощью ракет будут очень дороги. В самых смелых прогнозах не менее миллионов долларов за тонну. Миллиона долларов за тонну. Поэтому для реализации программы индустриализации космоса 100 миллионов тонн промышленной продукции, если опираться на существующий перспективный космический транспорт, потребуется ежегодный бюджет минимум 100 триллионов долларов. Просто безумные затраты для человечества, значительно превышающие сегодняшний мировой ВВП. О бакалорийском вреде ракет все это знают, но стоит сказать отдельно, так как именно ракетный вектор индустриализации космоса в состоянии Луны и Марса рассматривать сегодня специалистами как наиболее приоритетные. Хотя ракеты наряду с озонными дырами создают иносферные дыры с потоком высокоэнергетических частиц поверхности планеты. Взрывают турбулетность в слоях атмосферы, провоцируют мощный атмосферный циклон. Вот рассмотрим, кроме всех экологических этих проблем, которые создает ракета, только один частный вопрос. Уничтожение озона этим космическим транспортом. Американское ракетно-сити шаттл за один старт может уничтожить от 10 до 40 миллионов тонн озона, так как в качестве топлива он использует озоногасящие элементы азот, хлор и другие компоненты. Кроме того, плазма и его элективные струи имеют температуру порядка 4000 градусов, что почти в три раза выше температуры плавления стали, и скорость из течения около 4 км в секунду, в пять раз выше скорости пули снайперской винтовки. Таким образом, практически вся энергия отгорения топлива в реактивном двигателе любой ракеты выграться в атмосферу, и только ее небольшая часть расходится на полезную работу. Нападем груза на орбиту на его разгон до первой космической скорости. Комплексный экономический ущерб носимый планетарной экосистеме ракетными пусками сложно определить, но частную оценку ущерба тут очень интересная цифра. Только от разрушения озонового слоя планеты можно выполнить, если оценивать стоимость восстановления озона не природными, якобы бесплатными и безвозвестными, мол, природа сама восстановит, а техногенными способами. Пусть человек сам восстанавливает озону. Известно, что озон получает пропускание воздуха через резонатор. Основным фактором, определяющим затраты на производство озона, является расход альтроэнергии. Внутри промышленные альтроэнергии расходуют порядка 10 тысяч киловатт-часов энергии на получение одной тонны озона. При среднемировой стоимость электроэнергии порядка 10 центов за киловатт-час только стоимость электроэнергии расходом на получение одной тонны озона составляет примерно 1000 долларов. Таким образом, чтобы восстановить озон, уничтоженный при каждом пуске тяжелой ракеты, слушайте цифры. В количестве более 10 миллионов тонн тока электрической энергии необходимо затратить на 10 миллиардов долларов. Поэтому минимальный количественный налог, который надо вводить и добиваться это через организацию военных наций, на освоение экоземно-космическое пространство с помощью ракетоносителей и неважно, кто их запускает, русские, американцы или китайцы, должен быть не менее 100 миллионов долларов на каждую тонну груза выводимую в космос. Налог надо вводить экологически. Никакой перспективы на дешевле стоимости пуска ракет, как там заявляет Илон Маск, не сможет снизить себестоимость доставки тонны груза на орбиту ниже отметки 100 миллионов долларов за тонну. Того вреда, будущим еще более чувствительным, который наносят ракеты нашему общему дому без сферы планеты. Он общий дом, а не американский или русский. Немного важным будет и место размещения будущей неземной индустрии. Она должна быть максимально близкой к потребителю, то есть к поверхности планеты, где будут проживать миллиарды человек. Так как индустрия будет включать в себя огромное количество основных элементов, заводов, технических платформ, электростанций, жилых модулей, то орбиты и их движения не должны пересекаться. В противном случае может произойти, учитывая высокие космические скорости, цепная реакция разрушения всей системы, принцип домино, что вызовет гибель тысяч людей, обслуживающих космическую индустрию. Избежать такой катастрофы, вероятность которой не равна нулю даже при самой совершенной системе управления, можно только одним способом, размещением космической промышленности в экстремальной плоскости планеты по типу колец Сатурна. Это позволит также легко переходить с одной индустриальной орбиты на другую, так как они всегда параллельны другу и обменятся между ними с рием, материалами, энергии, произведенной в космосе продукции. Это очень тоже важный вывод. Таким образом, принцип освоения ближнего космоса в площади экватора существенно отличается от современного освоения космического пространства. Георбиты, искусственные спутники Земли и орбитальные станции прозвольны и перескрываются друг с другом. Мы все находимся на планете в гравитационной потенциальной яме, с которой можно выбраться, либо поднявшись в бесконечность, либо вылетев из нее с первой космической скоростью, равной 7919 метров в секунду, причем не в вертикально наверх, а придя на круговую орбиту. Поэтому геокосмический транспорт был и всегда будет, исходя из законов физики, очень энергозатратным, и именно поэтому он должен иметь КПД максимально близкий 100%, в избежание глобальных экологических проблем. Например, ракетносительный расход в 20 раз больше топлива, чем требуется по законам физики, так как практически всю энергию топлива он подводит не к грузу, а угрозу атмосферу планеты с высокой скоростью. А с учетом предполетных, это получение компонентов топлива, охлаждения до коллегенной температуры и так далее, и полетных затрат, и потери энергии, аэродинамическое сопротивление, потери нижних ступеней и обтекателей, на заготовлении которых расходуется большого количества энергии, общий энергетический КПД и ракетносители в разы хуже, чем у паровоза Стефенсона, около 1%. При возвращении груза на землю космический аппарат сфера, потом вся его потенциальная кинетическая энергия выбраться в окружающую среду в виде плазменного следа, обгорания теплозащитной оболочки, акустических волн, усиливая экологический вред, нанесенный на начальном этапе геокосмической логистики при заставке груза в космос. Мы не знаем, каким образом будет развиваться техника в грядущем, так как не знаем предстоящих открытий. Единственное, что можно утверждать с полной верностью, какой бы эта техника ни была, она будет подчиняться фундаментальным законам природы. Такие законы, многократно проверенная практика, останутся справедливыми во все времена. В области механики к их числу относятся четыре закона сохранения. Энергии, мы этот закон хорошо знаем, импульса, момента импульса и движения центра массы системы. Кроме кинетической подстанной энергии, космическому грузу необходимо также подвести импульс и момент количества движения для вращения по битве вокруг планеты. Поскольку околоземная космическая индустрия должна создаваться с планеты, я это объясню, то по законам сохранения лишней энергии, равной 100% минус КПД геокосмического транспорта и обратный импульс, как и отдача от выстрела из ружья, при выстреле из ружья, это плечо отдачи, и момент количества движения, как и момент, передающийся на корпус вертолета от вращающей винта, поэтому все это должно передаваться планете. Ракета, например, передается это планете напрямую, а через последний к атмосферу, выбрасывая именно в нее продукты горения в самой уязвимой ее части, в озонном слое и в ионосфере. Это вызывает турбулентность, атмосферные, ионосферные вихри, ну и, как я говорил, там, озоновая дыра размером сланцы управляются. Главные остатки ракеты не только высокая температура и скорости истечения эффективной струи, но и сверхвысокая мощность двигателя. Порядка миллиона киловатт на каждую тонну груза. Только вдумайтесь, миллион киловатт на тонну груза. Представьте себе, например, сколько бы стоил обычный легковой автомобиль, с двигателем может быть не 100 киловатт, а миллион киловатт. А ракета вот такая. Как мощность реактивных двигателей, так и ускорение разгона на 30-50 метров в секунду в квадрате и более, можно было бы снизить в 20-30 раз до приемлемых для обычного пассажиров 1-1,5 метра в секунду в квадрате, если бы удалось увеличить время эффективной работы с 4-6 минут до 120-150 минут. Но это не удастся сделать, опять же, по законам физики, так как уменьшилась бы реактивная тяга при снижении интенсивности горения топлива, которая во время своего полета должна превышать вес ракеты. Поэтому все ракетно-топливо сгорело бы, а космический корабль остался бы, даже не шелохнувшись, стоять на стартовом столе. Итак, вот для чего все это говорю. Чтобы описать основные условия, необходимые для инфляции космоса. Первое условие, требование. Размещение космической индустрии на круговых орбитах плоскости экватора. Второе. Транспортная система должна быть выполнена не как стационарное сооружение, а как геокосмический летательный аппарат. Третье. Летательный аппарат должен быть максимально экологически чистым, самонесущим при субборном хаосе, на который, как и сделал, сам себя спас, потянув за косичку. Работающим только на внутренних силах системы без какого-либо механического и энергетического взаимодействия с атмосферой планеты. Четвертое. Теоретический коэффициент полезного диета системы должен быть близок к 100%. Пятое. Обеспечение грузопотоков в миллионы, а в перспективе в миллиарды тонн грузов в год. Шестое. Возможность рекуперации избыточной энергии потенциальной кинетической космической продукции при ее доставке с космоса на Землю. Седьмое. Использование для выхода в космос на более экологически чистой энергии, электрической. Восьмое. В процессе геокосмических перевозок импульс, момент количества движения и энергия должны передавать системе непосредственно на твердую земную кору, без включения в механическую цепочку атмосферы планеты. Девятое. Мощность двигателя в системе при счете на одну тонну грузов должна быть относительно невысокая, не более 100 кВт, как и у обычного легкового вольтрамобиля. Десятое. Ускорение разгона для подширенных грузов должно быть комфортным не превышать полтора метасекунд в квадрате во время всего путешествия на орбиту, которое должно быть не менее двух часов, чтобы выйти на первую космическую скорость 7,9 км в секунду. Всем этим десяти основным требованием отвечает только одно инженерное решение. Оно одно единственное по закону физики. Это общепланетарное транспортное средство. ОТС, являющееся самонесущим геокосмическим летательным аппаратом, охватывающим планету плоскости экватора. Особностью функционера ОТС является то, что выход в космос селяется путем лечения диаметра его кольца и доселения на расчетной высоте с пассажирами грузом окружной скорости и корпуса, равной первой космической. При этом положение центра масс ОТС не изменяется в процессе вывода в космос. Он все время совпадает с центром масс планеты. Поэтому на высоту получения первой космической скорости могут осуществляться только за счет внутренней системы без какого-либо взаимодействия с окружающей средой. То есть это вот современный современный Барон Храузен, которого зовут Анатолий Юницкий. Оптимально движущей внутренней силой для ОТС является избыточная центробежная сила от ленточного маховика, разогнанная вокруг планеты в вакуумном канале с помощью линейного ретодвигателя и магнитной подушки до скоростей, превышающих первую космическую до 10-12 км в секунду в зависимости от соотношения линейных масс корпуса и маховика. Это не очень высокая скорость, она в тысячи раз ниже, например, скорости, приближающейся к 300 тысячам км в секунду, полученной на этих же принципах в современных ускорителях зажженных частей. Для передачи импульса и момента импульса на корпус ОТС при выходе на орбиту в цель получения орбитальной скорости, равной первой космической, необходим второй линейночный маховик, та же хватающая планета. Тогда при торможении первого маховика и его избыточную кинетическую энергию, поскольку линейный этот двигатель будет работать в режиме генератора, можно будет не сбрасывать в атмосферу, а рекуперировать на разгон в противоположном направлении второго маховика. При получении двунного импульса при разгоне одного и торможении другого маховика будет достигнута максимальная эффективность и максимальный общий КПД ОТС при достижении окружной скорости равной первой космической назад на орбите. В одном из докладов это прозвучит, что мы можем создать систему с КПД 97,5% на этих принципах, а у ракеты 1%. Таким образом, в самой коллективе чистой космической летательной аппарат, использующий для выхода в космос только свои внутренние силы, имея с позиции физики один единственный вариант исполнения с тремя основными условиями. Тут три основных условия. Первое. Наличие трех взаимосвязанных кольцевых структур, охватывающих планету плоскость экватора с центром масс с соподающим центром масс Земли, корпуса и двух редочных маховиков. Второе. Кольцевые структуры имеют возможность уделяться при увеличении диаметра в процессе выхода на орбиту на 1,57% на каждые 100 км подъема. Есть такая задачка школьная. Если надеть кольцо на земной шар диаметром 40 тысяч км, то на сколько надо удлинить, чтобы мышка пролезла? А почему сантиметр? Ну, это же геометрия. Нет, тогда сколько? Ну, высоты мышки умножить на 2π, 2π, 2πr, ну, так, поэтому, если мышка сантиметр, ну, на 5-6 сантиметра и мышка пролезет, да? Поэтому на 100 км, чтобы увеличить диаметр, надо 1,57% удлинять. Не так уж много. Это легко достигается. И третье условие. Кольцевые структуры имеют по своей длине линейные приводы, способные разгонять и тормозить их друг от друга до скоростей, превышающих первую космическую примерно 1,5 раза. Там надо безумной скорости, это 12, порядка 12 км в секунду для маховиков. И сейчас мы увидим все это на экране в виде ролика, который уже визуализирует то, что я сказал до этой минуты. Как работает ОТС. 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 Продолжение следует... 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 Гравитация на орбите будет создана центробежной силой. Наиболее комфортной будет понижена гравитация, подобная той, что на Луне и Марсе, с ускорением свободного падения порядка двух метров в секунду в квадрате, то есть в пять раз ниже, чем на Земле. Тогда взрослый человек весил бы примерно 15 килограмм и мог бы летать, как птица, если снабдить его крыльями, или мог бы на крышу запрыгнуть в Землю. В космическом доме как сутки, так и год теряют свой смысл, так как он будет совершать один оборот вокруг планеты примерно за полтора часа, 16 раз за дневные сутки, проходя восходы и закаты. Поэтому в орбитальном доме должно быть искусственное освещение, а сутки в год могут иметь оптимальную продолжительность, отвечающую, соответственно, от 24 часов и 365 суток. Например, для большинства современных городских жителей 24-часовые сутки являются навязанными и насильственными, доказательством чего служит регулярное использование будильника. Комфортно-освещенность необходима в доме как людям, так и растениям и животным. При этом свет должен быть качественным по спектру, продолжительным, так как большинство растений набирают силу в свету только тогда, когда световой день составляет не менее 14 часов. Интенсивным, так как слабое освещение для растений губительно. Идеальный вариант для светолюбивых видов – это освещенность 100 тысяч люкс, как у Солнечного света. В любом случае источником освещения в космическом доме должно выступать Солнце, либо с помощью специальных зеркал и линз, либо путем преобразования Солнечного света в электрическую энергию. В космическом доме следует полностью смоделировать биосферу планеты. Надлежит представить во всем разнообразии флору, фауну, субтопиков на более благоприятных для жизни климатических зонах Земли. В первую очередь микрофлору, микрофауну, то есть почвенную биогеоциноз с тысячами видов микроорганизмов. В космическом доме здоровая, живая и оплодородная почва – это тоже основа комфортных и безопасных условий, как и на Земле. Именно в почве находится источник иммунной системы человека, микрофлора и микрофауна нашего кишечника. Вот где наша иммунная система, которая в основном считается почвенной. Там живут триллионы микроорганизмов, тысячи видов, они денно и нощно трудятся, кормят, поят и даже лечат нас. Неспроста многие специалисты называют содержимое нашего кишечника нашим вторым мозгом. Это на самом деле так. Биосфера космического дома должна постоянно вырабатывать кислород, необходимый для дыхания проживающих там людей и животных, произвести здоровую пищу, утилизировать гумус, в гумус все отходы и жизнедеятельности живых организмов, в том числе и человека. В космосе, как и на колодземной орбите, имеются метеоритные и радиационные опасности, защиту от которых существующие орбитальные станции в полной мере не обеспечивают. У космических аппаратов в летающей орбите толщина стенки несущая полтора миллиметра, как у чайника. Например, капля воды при скорости 20 км в секунду в состоянии пробить танковую броню. Капля воды. А космическая радиация за несколько дней способна убить человека, так как ее уровень значительно выше, чем на аварийной Чернобыльской АЭС. Наиболее эффективной защитой от этих двух главных космических опасностей являются не сферпрочные тонкостенные экраны, толстые многослойные преграды, в качестве которых могут доставить многометровый слой почвы, находящийся внутри космического дома, а также вода, грунтовая, водоемы. Конструктивная часть космического жилого кластера будет представлять собой пустотелую сферу, или цилиндр, или тор, или их комбинации, вращающие вокруг своей оси, чтобы создавать гравитацию. Для начальной раскрутки достаточно массивных космических поселений, массой порядка миллиона тонн каждая, их можно выполнить спаренными, размещенными на оси, либо рядом с друг другом, либо размещенными друг к друге, по принципу матрешки. Тогда можно получить любую окружную скорость и, соответственно, гравитацию с помощью электродвигателя, потому что они будут сидеть на одном валу, и можем крутить один дом в одну сторону, другой в другую, электродвигателем, а не электродвигателем, как делается сейчас. Самой материалоемкой частью дома станет противоментериалитная противовариационная защита, а также слой почвы, и суммарная толщина может достигать десятка метров. В доме будут созданы экосистемы водоемов с пресной морской водой. Будет дуть легкий ветерок, вот как у нас сейчас тут. Температура будет получше, чем сейчас. Будут облака, и передиски будут идти теплой ночи. Наклонная часть почвы, ближе к оси вращения, будет выполнена с горными пейзажами, ручьями, водопадами и соответствующими экосистемами. Воздух в космическом доме будет наполнен запахами цветов и полезными фитонцидами, благоприятные действия которых на организм человека не идет ни в какое сравнение, ни с какими лекарствами. Шума не будет, только пение птиц и шорох листвы деревьев. Антирочная масса материалов, необходимый для сужения на орбите космического дома на 5000 человек, ну как небольшой поселок, составит около 500 тысяч тонн, в том числе несущая оболочка 2000 тонн, противориационная, противометеоритная защита 100 тысяч тонн, плодородно-живая почва, эко-чернозем 200 тысяч тонн, вода, пресная морская 100 тысяч тонн, воздух 10 тысяч тонн, строительные материалы и конструкции, в том числе для жилищ внутри космического дома 50 тысяч тонн, прочие 58 тысяч тонн. Доставка с помощью ОТС всех материалов на орбиту для одного космодома обойдется примерно 500 миллионов долларов, ну 1000 долларов за тонн, хотя там дешевле будет. Матиалы для него, включая воду и почву, также будут стоить приблизительно 500 миллионов долларов. Старительно-монтажная работа будет стоить около 1 миллиарда долларов. Таким образом, космическое поселение на орбите, в котором смогут жить и работать несколько тысяч обычных людей, обойдется примерно в 2 миллиарда долларов. Это, например, 75 раз дешевле, 75 раз дешевле международной космической станции, стоимость которой уже превысила 150 миллиардов долларов. Хотя в ней могут одновременно жить и работать не более 10 специально подготовленных астронавтов, а не обычных людей. Если такой один единственный космический дом начистоит сегодня с помощью ракет, один дом, то только на доставку матиалов с Земли на орбиту потребуется 500 лет и 5 триллионов долларов. АТС же за один рейс сможет доставить матиалов и оборудование для одновременно строительства 10 подобных домов. За один рейс. Практически все инженерные решения, применяемые в предлагаемом проекте Spaceway, широко известные, опробеженные на празднике и резонные в настоящее время в промышленности, бюджет проекта составит порядка 2,5 триллионов долларов. Это не так уж много. Если учесть, что годовой военный бюджет США составляет сегодня почти 700 миллиардов долларов. А они этот бюджет тратят на убийство людей. Это же военный бюджет. Три бюджета США и все затраты на ту программу, о которой я рассказал. При этом технологической базой для сооружения стартовой эстакады будут являться системы Skyway. То, что вы видели в Экотехнопарке, многие из вас катались там, да? Что позволит получить прибыль от проекта уже на начальных этапах его реализации за счет перевозки пассажиров грузов по поверхности планеты. У человечества есть все возможности для реализации этого самого амбициозного проекта за всю историю цивилизации. Например, на служение ТС и эстакады вдоль экватора потребуется около 100 миллионов тонн металла. Например, столько же стали выплавляться на планете сегодня менее чем за три недели. Это весь металл, что нужно там. И потребуется около 10 миллионов кубометров железобетона. Я такое смешное сравнение нашел, что столько же железобетона ушло в одну единственную плотину Саяна-Шушенка ЭГС. Представляете, в такое градизационное сооружение и нужно столько же бетона, как на одну плотину, в одну ЭГС. И что, бетона не хватит? Хватит, конечно. Мощность исключения ТС в мировую энергосеть порядка 100 миллионов киловатт. Или 2,5 киловатта на погонный мет длины. Это мощность утюга. На погонный мет надо мощность утюга или фена. Или 10 киловатт на тонну груза. Это даже меньше, чем у автомобиля. мощность. Что составляет менее 2% установленных нет на мощности электростанции мира и равномощности одной единственного ракета-носителя. Тешевый ракет-носитель имеет такую мощность 100 миллионов киловатт. Способна поднять космос за один грез не 10 миллионов тонн грузов, а менее 100 тонн. И еще такое сравнение. Например, майнин биткоина сегодня потребляет больше энергии, чем потребуется или функционирует ТС в будущем. где-то 6% тратится электроэнергия. А здесь надо 2%. Миненный город с миллионами рабочих мест, построенный на планете вдоль стага ДТС, в том числе и через океаны, с транспортно-инфраструктурным комплексом Скайвей, городским до 150 км в час, высокоскоростным до 500 км в час и гиперскоростным до 1250 км в час, позволит начать коммерциализацию программы Спасвей еще до вынесения земной индустрии в космос. Струнные дороги уже сегодня способны зарабатывать деньги, вокруг них люди могут строить жилье и развивать бизнес. Новый экологически чистый транспорт сделает еще более привлекательной жизнь в зоне транспортной доступности. Струнные транспортно-инфраструктурные комплексы могут дать импульс к развитию ранее неосвоенных земель. Благодаря стаканам, скайвы и самые удаленные уголки планеты придут линии современных информационных коммуникаций, электричество, вода и плодородная почва, а затем и космическая продукция. Ее также придется разводить в разные самые удаленные точки планеты. Поэтому на планете должна быть разлетенная сеть дорог, причем экологически чистых и безопасных. В округ них появится жизнь, исповедуются планеты и постепенно исчезнут пустыни. Жиле в горах и на шельфе моря будет престижнее, чем, например, в Нью-Йорке или Париже. Человеки природы станут наконец пребывать в гармонии друг с другом. Параллельно будут расчисляться научно-исследовательские и опытно-косудовательские работы по АТС, которые потребуют около 5% общей суммы инвестиций в проект. Есть надежда, что такая глобальная геокосмическая программа общими целями, задачами беднит вокруг себя все страны мира, сегодня нет таких объединяющих программ, при учетах финансирования этого сферкомбивозного проекта, призванного спасти человечество. В силу своих технических особенностей проект напрямую затронет территории десятков стран, в основном расположенных вдоль экватора, а по политико-экономическим весь мир. В АТС индустриальное жерелье вокруг Земли станут незаменимой платформой для перспективного освоения дальнего космоса космическим аппаратом наградного использования, а также охранным контуром планеты для защиты от космических угроз, в том числе метеоритных. Иначе нас постигнет судьба динозавров. Бабахнет метеорит километров 10 и не будет цивилизации. Его можно перехватить. Срок реализации проекта составит порядка 20 лет с учетом социально-политических, научно-сельских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-матарных работ. Мир, составляющий суть нашей технологической цивилизации, создан инженерами. Юрий Михайлович сегодня говорил хорошо об этом. Однако управляется этот мир зачастую другими, вообще-то только другими, теми, для кого во главе угла стоит личное обогащение. Теми, кто наивно полагает, что в ситуации, когда планеты будут стоять на грани гибели, их могут спасти их деньги, их яхты 100-метровые, их воинги с противоракетной обороны, их островки не спасут. Они уверены, что вместе со своими семьями смогут укрыться на личных островах, подземных бункерах, на подводных лодках, но не ошибаюсь. Планета одна большая комната, не имеющая там даже переработка, там прятаться негде от однокомнат. Когда-то переработанные люди вместе со своими вождями жгли костры в своих пещерах и умирали от рака легких в 20 лет. Они смогли выжить лишь по простой причине. Благодаря тому, что догадались переместить свои примитивные технологии, обычный огонь, за пределы своего дома, своего жилища, пещеры. Так и теперь и мы, земная цивилизация, получивших наших предков, первобытных людей, должны сделать то же самое. Должны вынести техносферу за пределы своего общего дома, биосферы. Все инженерные решения для этого шага, обеспечивающие переход человечества в новый этап цивилизационного развития, уже созданы. Не вызывает сомнений, что в ходе реализации проекта общепланетарного транспортного средства необходимо будет справиться с большим количеством проблем и трудностей как в техническом, так и в социальном плане. В социальном плане больше проблем. Однако они ничтожны по сравнению с теми проблемами, которые предстоит решить нашей земной цивилизации, если она хочет выжить и устойчиво развиваться в обозримом будущем. Идеи, которые изменяли мир в прошлом, всегда казались современникам, фантастическими и нереальными. Но усилиями инженеров они обретали практического воплощения. Неужели сегодня, продолжая строить миллионы километров там и дорог и считая ракету единственным ключом к космосу, мы готовы мириться с тем, что нам предстоит переселиться на Марс, по цене билета в одну сторону миллиард долларов и там умереть? Не хочется в это верить. Если это не так и мы хотим жить, то для этого нам необходимо обрести мужество измениться, измениться каждому из нас. Мы не получили землю наследство от наших предков, мы взяли в долг у наших потомков. Мы обязаны этот долг отработать, иначе будущего у всех нас не будет. Земная технологическая цивилизация очень скоро по историческим меркам очень скоро исчезнет с планеты как неудавшийся эксперимент Вселенной. у меня сэм. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарю Вас, Анатолий Двардович. Из выступления нам стало понятно, что только Spaceway, только космическая программа это настоящий глобальный проект, который можно реализовать общими усилиями. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»